Добрый день, уважаемые участники конференции! В данном докладе мы рассказываем об основных положениях геометрической алгебры, рассматривая их с помощью различных примеров. И примеры мы проводим с помощью пакета Grassman-Giard для языка Джулия и заодно даем краткий обзор этого пакета, основные его функции и недостатки. Мотивировка нашей работы состоит в том, что сама геометрическая алгебра имеет большую обобщающую силу, поэтому мы надеемся, что она пригодится нам в наших научных исследованиях. В частности, мы хотим с помощью нее записывать уравнение Максвелла и думаем, что такая запись уравнения Максвелла может дать какие-то плоды. Кроме того, для того, чтобы автоматизировать вычисления, так как мы используем язык Джулия, мы нашли пакет для данного языка и хотим его изучить и о том, что из этого получилось, рассказать в этом докладе. Кратко расскажу о основных определениях, которые нам понадобятся. Вначале внешние алгебры П-векторов. Про внешнюю алгебру изучают в расширенных курсах линейной и общей алгебры, поэтому я лишь кратко остановлюсь. П-вектором называют некий костиметричный тензор валентности 0p. Мы будем его также называть поливектором. Мы будем обозначать с помощью L некое линейное пространство. Фактически везде будем подразумевать, что это еще и эвклидовое пространство, и что на нем есть ортонормированный базис. Не везде требуется именно ортонормированность, но в всех наших примерах предполагать, что она есть. Лямбда П от Л это у нас некоторое линейное пространство П-векторов. И сама операция внешнего произведения определяется ксоматически вот такими вот свойствами. Обычно известно в геометрических методах математической физики, например, используются П-формы, но в принципе все положения по П-формам можно перенести на П-вектор. Внешние алгебры, получается, если на пространстве лямбда, которая является прямой суммой пространств лямбда, мы разной размерностью есть, и на таком пространстве определить операцию внешнего умножения. В этом случае у нас при внешнем произведении разных векторов, например, П и К вектора, получается вектор большей размерности П плюс Ку. Эта алгебра называется внешней, или же алгеброй Грассмана. Основной особенностью является то, что объектов такой алгебры требует меньше количества компонентов для разложения по базисам, чем соответствующие тензоры, то есть без условия антисимметричности. У нас тензор требует большее количество компонентов для описания. С условием же антисимметричности количество компонентов резко сокращается, более чем в два раза. Выделяются значимые компоненты и значимый базис. В значимом базисе особо интересен базис n-векторов, то есть, когда размерность самого, ранг самого p-вектора совпадает с размерностью пространства L, тогда этот базисный p-вектор называется единичным элементом объема, а любой n-вектор в таком случае просто имеет одну компоненту. Компонента такого n-вектора называется псевдоскалерол. В этой таблице можно видеть несколько примеров различных размерностей пространства L и при этом возможных размерностей пространства λp. Например, если у нас пространство L имеет размерность 3, то 4-5 вектора и так далее уже не имеет смысла рассматривать в таком пространстве, потому что у них будут только нулевые компоненты. Рассмотрим операцию дополнения. В геометрических методах математической физики этой операции в какой-то мере соответствует оператор Ходжа. Здесь же она определяется неявно. Если у нас есть некий p-вектор b, то дополнением левым к этому p-вектору будет n-p-вектор и определяется он следующим образом. Если мы находим их внешнее произведение, то должны получать единичный элемент объема, то есть базисный n-вектор. И то же самое для левого дополнения, только меняются местами. Умножение происходит не справа, а слева. Интересно, что размерность ранг p-вектора и n-p-вектора совпадают. Перейдем к мультивекторам. Это уже более общая алгебра, алгебра Клиффорда. Мультивектор это составной объект, он состоит из скалера, один вектор, два вектора, три вектора и так далее, в зависимости опять-таки от размерности пространства L. И определим конструктивно-геометрическое произведение вот таким образом. Далее мы тоже будем конструктивное определение давать, точнее строить. Можно аксиоматически определить геометрическое произведение произвольного вида мультивекторов, но если у нас есть ортонормированный базис, мы можем только из вот этого определения уже вывести формулы, по которым можем считать произведение произвольных мультивекторов. Далее об этом будет сказано. Важность, особенностью геометрического произведения является то, что мы можем определить деление вектора на вектор. Мы можем взять некий вектор, найти к нему обратный, умножить справа или слева, но если вектор на свой обратно умножать, то не важно с какой стороны. А вот если мы возьмем некий вектор V, например, и найдем к нему обратный, то мы можем определить деление вектора U на вектор V вот таким образом. Благодаря свойству, что вектор умноженный сам на себя дает скаляр, у нас обратный вектор довольно просто вычисляется, и таким образом можно вводить деление операцию. И вот важный слайд. Если у нас есть автонормированный базис, мы можем перемножить элементы базиса одного типа, один и тот же вектор базиса. Если мы перемножаем друг с другом, получаем единицу. Если же перемножаем разные векторы, то получаем возможность переставить их местами и вынести знак минус. Это нам позволит обобщить геометрическое произведение для разных мультивекторов произвольных, не только для векторов. Теперь рассмотрим ряд примеров. Примеры мы будем рассматривать одновременно и выкладки, и код программы. Будем использовать Grassman-Gel. Это пакет для Джулии, как я уже сказал. Его особенностью является то, что он реализует смешанные вычисления, как символные, так и численные. И для того, чтобы полностью символные вычисления использовать, он использует для этого CAS-REDUCE, то есть внешнюю систему компьютерной алгебры. Но в ходе наших исследований этого пакета мы увидели, что множество функций, которые заявлены, не работают как надо. Об этом мы тоже упомянем. Еще стоит сказать, что используется множество юникодных символов. Чтобы их вводить, надо использовать команды LATECHA обычно. Макрос LATECHA. Вот такой макрос определен в самом Grassman-Gel пакете. Это нестандартный. И он дает вот такой вот символ. То есть действительные числа, множество действительных чисел. Рассмотрим пример. Рассмотрим плоскость и подействуем на некий вектор к операции дополнения. Правый, левый. Посмотрим, какой вектор превращается тогда в вектор U. Справа у нас код. Здесь сразу же отмечу. В первой и в четвертой строке, в принципе, сделано то же самое. Генерируются наше пространство и базисные векторы. Два вектора и три вектора и так далее. Но в данном случае только один вектор, скаляр и бивектор. В первом случае в пространстве имен ничего не экспортируется. Все остается в рамках пространства имен G2. В четвертой строке же использован макрос, который экспортирует сгенерированные векторы, базисные векторы, бивекторы, три векторы и так далее. В зависимости от размерности в общее пространство имен. В зависимости от того, хотим мы загрязнять пространство имен или нет, можно использовать разные команды. Здесь еще одна недоработка видна. Мы дали название базисным вектором и N-вектором, произвольным, P-вектором, произвольным, как E. Но при распечатке результатов они все равно отображаются как V1, V2, V1, V2 и так далее. То есть встроенной буквой. Не поменяется сама эта буква при распечатке. Мы использовали тут пакет Reduce. После его импорта становится возможным, по заверениям разработчиков, использовать символьные коэффициенты. Но они, к сожалению, работают только для одной операции, для внешнего произведения. Для остальных они дают ошибку. Например, дополнение находим и при этом видим, что для символьных коэффициентов есть ошибка, а для численных ошибки нет, все считается. Ну и наш результат, это получается, что вектор U в одном случае вращается на P2 угол, P на два угола, а в другом случае на противоположный угол. То есть это не что иное, как комплексная структура. Рассмотрим теперь ориентированную площадь. Ориентированная площадь вычисляется с помощью внешнего произведения, однако очень часто говорят, что ориентированная площадь есть. Вот это вот произведение, это не совсем правильно, потому что это у нас псевдоскаляр. А если мы найдем дополнение, уже мы получим как раз скаляр истины. Так как площадь это некий скаляр по определению должен быть, то это более правильно. Делаем то же самое с помощью пакета нашего. И вот здесь как раз тот случай, когда операция с символьными коэффициентами срабатывает. Но в то же время при попытке взятия дополнения, мы получим ошибку, если попытаемся взять дополнение от U и V с символьными коэффициентами. Поэтому мы переопределяем U и V через коэффициенты численные, и тогда все срабатывает. Векторное произведение аналогично, только мы уже в трехмерном пространстве находимся. То есть нам надо задать трехмерное пространство. Используя внешнее произведение и дополнение, мы находим то, что называется в аналитической геометрии классическое векторное произведение. Далее смешанное произведение. Тоже все аналогично, только уже три вектора внешним произведением связываем и находим от них дополнение. Получаем скаляр. Если мы дополнение не находим, получаем псевдоскаляр. То есть мы получаем фактически три вектора, с которого один значимый компонент, который можно интерпретировать как скаляр. Можно, но не совсем правильно. Как мы видим, мы обобщили все эти базовые операции к аналитической геометрии, которые определяются обычно только для трехмерного пространства. А для н-мерного у них уже трудности с обобщением возникают. Здесь же они получаются как частный случай внешнего произведения. Причем, что характерно, для двухмерного, трехмерного случая фактически это одно и то же действие. Ну и для больших размерностей тоже можно это обобщать, только там уже нет специальных названий. Вот здесь показано, как перемножать произвольные мультивекторы. У мультивекторов вот эти вот произведения, именно базисных векторов, является бивектором. Это три вектор. То есть вот такое произведение геометрическое сводится к внешнему произведению. Это можно доказать. Здесь это не сделано, но это доказывается. Благодаря способу возможности переставлять местами со сменой знака мы можем одинаковые векторы подвинуть друг к другу, и они дадут скаляр в результате. В результате все одинаковые векторы в четном количестве у нас пропадают, остаются только те, которые были в нечетном количестве. И получается некий новый мультивектор, причем его максимальный ранг, ну ранг максимального его компонента, в данном случае это три вектора, он не может превышать размерности пространства L. То есть если пространство L в размерности 3, то максимальное, что здесь может быть, это три вектора. Все остальное просто обратится в ноль. Вот здесь то же самое сделано с помощью нашего, с помощью рассматриваемого пакета Grassman-Gel, и результат совпадает. Кроме того, если мы рассмотрим в двухмерном пространстве мультивектор такого вида, скалярной частью и бивекторной части, у бивектора в двухмерном пространстве один компонент значимый, поэтому получается, что компонент бивектора интерпретируется как мнимая часть, а скаляр как действительная часть. И получается, что относительно геометрического произведения вот такого типа мультивектора и заморшены комплексным чиселам. Тут вот это иллюстрируется. Обращаю внимание еще на одну ошибку. Если здесь мы укажем целое число, будет ошибка с приведением типов. Это нельзя считать, наверное... Ну, это баг, но можно сказать, что это недочет, потому что здесь можно легко исправить, если сделать принудительную конвертацию типов, приведение типов. Но это, к сожалению, пока не сделано разработчикам. Далее еще несколько примеров с мнимой единицей пропущу. Перейду к ватронеонам. Ватронеоны получаются из того же объекта, из того же мультивектора, но при увеличении пространства L на один размерности пространства L, если пространство L трехмерное, то тот же самый мультивектор уже имеет бивекторную часть из трех компонентов. И уже получается, что такой же мультивектор начинает играть роль кватернеона. Вот можно проверить, что такая таблица умножения выполняется. Вот такой код это как раз и делает. Напомним, что такое кватернеон. И кватернеон – это гиперкомплексное число такого вида. У него три минимума единицы, которые между собой умножаясь, даются некоммутативные, антикоммутативные двойки. То есть и Ж можно умножить друг на друга. Их результат является… Если их переставить местами, будет меняться знак. И квадрат, Ж квадрат, К квадрат. Ну, собственно, вот тут я в этой таблице всех свойств определил. В случае кватернеона это аксиоматически определяются, эти свойства. Кватернеоны используются для описания поворотов в трехмерном пространстве. Вот у нас есть некий вектор В. Мы его интерпретируем как чистый кватернеон. Мнимые единицы кватернеона интерпретируются как орты ортонармированного пространства, то есть в декартовой системе координат. И такой вот вектор В мы поворачиваем путем умножения слева и справа на кватернеон. Слева на кватернеон Ку, справа на его сопряжение. Кватернеон Ку – некий нормированный кватернеон, который можно в таком виде, в тригонометрическом представить. У – это некий вектор. Вектор У тоже интерпретируется как чисто мнимый кватернеон. Вообще чисто мнимый кватернеон, чистый кватернеон, может интерпретироваться как некий вектор в трехмерном пространстве. Благодаря этому У задает ось вращения. В чем тут недостаток? Недостаток в том, что угол поворота, есть поворот, учитывается на удвоенный угол θ. Непонятно, как интерпретировать этот угол, точнее, сложности возникают в его интерпретации. Непонятно также, почему работает этот оператор, который называется сэндвич-оператором. И непонятно, как можно обобщать на большее число размерности вот эту операцию. Рассмотрим же, как можно вращение осуществить с помощью мультивектора. Умножим некий вектор В на вектор А и обратно ему, и можем убедиться, что получается вектор, который является отражением вектора В относительно вектора А. В случае же, если А нормированный вектор, то формула очень сильно упрощается визуально. У нас получается, что мы просто на А умножаем справа-слева. Теперь, если мы еще на второй вектор умножим на Б, то мы получим просто два отражения. Сперва В отражается относительно А, потом В, получившийся штрих, отражается относительно Б. Сразу же получается, что у нас есть прямая интерпретация угла поворота. Это альфа плюс бета. Это просто угол между векторами А и Б. Поворот же вектора В делается относительно плоскости, в которой лежат векторы А и Б, на угол 2 альфа плюс бета. То есть, 2 умноженное на скобку альфа плюс бета. Это тоже видно из картинки четко. Такую же картинку можно для трехмерного случая нарисовать, но она не такая наглядная будет, как для двухмерного. Вот этот мультивектор называется ротором. Задав ротор, мы можем поворачивать любой вектор, с помощью него умножая этот вектор геометрически на R. В чем преимущество? Как я уже показал на картинке, легко интерпретируется геометрический угол поворота. С чисто вычислительной точки зрения ничуть не сложнее вычисления, чем в случае квадронионов. Самое важное, что эта формула справедлива для всех размерностей вообще, для двухмерной, для трехмерной и так далее, для больших тоже. Кроме того, можно умножать, поворачивать таким образом не просто векторы, но и мультивекторы. Тут уже сложно наглядно проинтерпретировать, что значит поворот мультивектора, но операция вполне себе сохраняет силу. Единственное, есть некие различия. Если в случае квадронионов и в принципе в классических задачах по вращению в трехмерном пространстве обычно задается ось вращения, то здесь задается плоскость относительно которой происходит вращение и, как вы видите, можно свести эти две задачи одну к другой, достаточно взять дополнение от бивектора, который задает плоскость, и мы получим уже ось вращения. Здесь показано, как это делать с помощью пакета Grass-Mont-Gel и перехожу к выводам, чтобы уложиться в отведенное время. Мы дали краткое описание основных положений геометрической алгебры. Далее мы рассмотрели основные функции, которые реализованы в пакете Grass-Mont-Gel. К сожалению, есть еще много ошибок, но в то же время его можно использовать. И в качестве центрального примера рассмотрели поворот в трехмерном пространстве, хоть и кратко, и выделили особенности, которые позволяют сказать, что мультивекторы лучше подходят для описания поворотов в смысле в том, что они дают лучшую геометрическую интерпретацию формулам и обобщаются, что важно, на большей размерности. Спасибо за внимание.